здравствуйте дорогие друзья меня зовут ольга найденного и с вами арканум тв и в сегодняшней заметке я вам хочу рассказать о том что такое фантомное сканирование и перемещение себя в пространстве что же это такое многие люди часто говорят что я вижу какой-то фантом или за спиной у меня кто-то стоит на самом деле фантомное перемещение себя в пространстве это отдельный вид сканирования это сканирование тонкой эфирной чувствительностью и этому может научиться каждый человек более того мы сознательно или бессознательно в течение дня действительно перемещаем себя фантомным к примеру в свое прошлое к примеру в свое будущее то есть мы своим сознанием своим восприятием перемещаемся в будущее событие уже представляем если мы прилетим в турцию или в египет или на Мальдивы и как там будет? Что там будет происходить? Мы приблизительно представляем, потому что своим вниманием и сознанием тонко настраиваемся на это пространство, на погоду, на природу, на образ своей жизни и на то, что будет с нами происходить. И мы вроде сидим на работе, выполняем какие-то действия, но тем не менее наше внимание полностью абстрагируется и уходит куда-то в прошлое или в будущее. Действительно, куски энергии психически могут застревать в вашем прошлом, потому что могло произойти тяжелое событие, к примеру, похороны, либо вы расстались, либо увольнение с работы было. И действительно, в тот момент, в тот период вы своим вниманием уходите в прошлое пространство и свои куски психические там оставляете. Но как же можно использовать это самое внимательное фантомное сканирование и как же можно считать нужную для вас информацию об этом сегодня я вам расскажу. Что для этого необходимо? В первую очередь наработать концентрацию внимания, потому что без концентрации внимания, без этой основы вообще невозможно ничего просканировать, иначе вы будете просто на события клеить свои собственные проекции. Для того, чтобы считать оттуда информацию, чтобы она оттуда приходила к вам сюда, необходимо научиться тонко перемещать себя и, более того, забирать себя же оттуда. Так вот, вам сейчас будет предоставлена картинка, вы увидите ее на экране, она закрыта. Вы не знаете, что там на этой картинке изображено. Там может быть какой-то человек, там может быть какое-то событие, там может быть пространство, там могут быть горы, леса, озера, там может быть какой-то город. Попробуйте настроиться на эту картинку, сосредоточиться на ней. Сфокусируйте полностью свое внимание на картинке. Держите тотально своим вниманием картинку. Когда вы держите тотально вниманием картинку, попробуйте почувствовать, как будто бы вы перемещаетесь в эту картинку. И сейчас практика. Закройте глаза, дыхание ровное и спокойное. Сосредоточьтесь на себе. Скажите такую фразу «Я — это я, я внутри себя». Представьте, что вы идете по темному тоннелю. Вы знаете этот тоннель, потому что, когда вы ложитесь спать, вы приблизительно попадаете в пространство бессознательного. И приблизительно такие очертания вы чувствуете, видите. Представьте, что в этом тоннеле вы фиксируетесь на картинке. Вы ее визуализируете на внутреннем экране. Тотально держите фокус на том, что поймало ваше внимание. Попробуйте посмотреть, повернуть голову, прям физически, направо, налево, вверх-вниз. Теперь активируйте фантомные руки, как если бы тактильный анализатор, канал включился, вы как будто бы эту картинку трогаете. Возможно, там есть вода или нет. Возможно, там есть какие-то шероховатости. Возможно, там есть огонь или тепло. Набирайте своими фантомными руками ощущения. Набирайте, набирайте, набирайте. Перенесите внимание на свой нос. Обоняние. Что считываете? Какие запахи? Фокус внимания перемещайте на аудиальный канал. Какой звук? Возможно, голоса. Возможно, звуки природы. Возможно, звуки города. И переместите свои ощущения, полностью переливая всего себя в эту картинку, как если бы вы в ней физически находились. Ваш ум начинает распознавать картинку маленькими озарениями. Вы вдруг начинаете ясно понимать, какие звуки распознаете. Что распознает ваше обоняние, осязание, тактильное восприятие? И скажите себе такую фразу. Мое подсознание. Прошу тебя дать мне правильный ответ. Что изображено на картинке? Я здесь присутствую, в этой картинке. Попробуйте представить, что вы как будто бы пружините вниманием в том, что вы считываете. Возможно, это что-то твердое. Представьте, что вы приближаетесь к этому твердому, отдаляетесь. На что это похоже? Возможно, возникают звуки. Вы как будто бы приближаетесь к ним и отдаляетесь. Возможно, возникает ощущение цвета. Тогда скажите себе, усиливаю цвет, усиливаю ощущение визуализации. Очень хорошо. А теперь, когда вы набрали все ощущения, представьте, что вы постепенно, фантомно возвращаетесь здесь и сейчас. Вы внутри своего тела, фокусируетесь в области головы, в области шеи, плечи, предплечья, кисти. Грудная клетка, живот, поясница, спина, бедра, колени, голени, стопы. И вы вновь здесь. Я – это я. Я внутри себя. Сделайте глубокий вдох-выдох. И медленно открывайте глаза. Возьмите ручку и листик. Перед тем, как я открою вам картинку и покажу, вам необходимо записать то, что вы увидели. Напишите это следующим образом. Мой свободный внутренний диалог. Вам будет казаться, что это вы придумываете. Вам будет казаться, что это вы свизуализировали, просто сфантазировали. На самом деле вы сейчас четко сможете убедиться в том, что вы действительно фантомно переместили себя в эту картинку. Опишите мой свободный внутренний диалог прямо сейчас. Опишите себе на листике. Опишите то, что вы чувствовали. Тактильное восприятие руками. Ощущение обоняния. Слух. Возможно, какая-то была визуализация ярко выраженная. Пишите. Наблюдайте за собой. И вспоминайте то, что отошло от нормы. Вспомните то, что действительно вашим вниманием зацепилось. Попробуйте углубиться именно в то, что отошло от действительности. Что вы действительно испытали ощущение тонкого перемещения. Очень хорошо. Сейчас вам откроется картинка. Вы видите алтайский пейзаж. Это горы и озера. И лес. Я вас с этим поздравляю. Потому что то, что вы считали, вы доверились себе. Несмотря на то, что вы выписывали мой свободный внутренний диалог, у вас получилось считать звуки, цвет, возможно, запах и тактильные ощущения. Это происходит легко. Данную практику мы можем использовать в перемещении себя в свое будущее. Для того, чтобы действительно увидеть его. Когда мы переливаем себя в будущее, мы переливаем туда свое внимание. А это означает, что мы переливаем туда свою силу, свою жизненную энергию. И когда жизненной энергией наполнился тот самый нужный и важный для вас вариант, он становится ярким, пульсирующим и материализуется сполна в вашей жизни. Поэтому не только вы идете к своим целям, но и ваши цели начинают двигаться к вам навстречу. Необходимо поддерживать фантомную свободу внутри себя. И необходимо забирать себя из прошлого и быть здесь и сейчас. Потому что вам необходимо в данный момент, сейчас, силы, своя собственная. И вы можете направить ее в свое успешное, яркое, красочное будущее. Пожалуйста, практикуйте данное упражнение, и вы сможете действительно перелить себя в самый нужный вариант. И пробуйте сканировать, потому что это очень легко. И каждый человек с самого детства владеет этими способностями. И это не какое-то волшебство или магия. Это наша обыденная, обычная, реальная жизнь, в которой вы можете стать очень ярким и действительно наполненным энергией. Практикуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова